Откуда бы вы не смотрели нас сегодня? У одних из вас сейчас ночь, у других утром, но как бы там ни было. Добро пожаловать. Самое важное, какое сейчас время в Царстве Божьем, в какой период мы сейчас живем. Несколько дней назад я был очень впечатлен тем, что, как оказалось, некоторые из вас никогда не слышали о восхищении Церкви. Я был удивлен этому. Я был очень удивлен. Одна женщина даже сказала, что она христианка уже более семи лет, но при этом она никогда не слышала о восхищении Церкви. Другие говорили, что живут со Христом уже четыре года или пять лет, но тоже никогда не слышали о восхищении Церкви. Я восхищен тем, что происходит такое понимание. Пожалуйста, присаживайтесь. Я позову вас чуть позже. Люди никогда не слышали о восхищении. Я подумал, хорошо, сегодня я постараюсь объяснить вам эту тему под определенным углом, потому что мы уже говорили об этом. Кто-то отправил мне вопрос. Этот человек услышал где-то, что восхищение Церкви — это выдумка, и что Библия говорит только о втором пришествии Иисуса Христа. Я подумал, что-что? Какую Библию читают эти люди? Что они такое вообще? Читают. Как можно сказать, что восхищение Церкви — это какая-то там выдумка? Как? И почему такое говорят? К сожалению, сегодня очень многие верующие на самом деле не знают Писания. И чтобы найти что-то в Библии, они используют поисковик в интернете, электронный поисковик. Они не знают Библию, поэтому просто вводят в поисковике в Библии слово «восхищение». Но вы не найдете это слово в Библии. Слово «восхищение» нет ни в одном стихе Библии, потому что не так нужно разбирать Библию. Давайте же я прочитаю вам Писание. А потом вы скажете мне, какое слово использовали бы вы сами. Я начну читать, пожалуй, с первого послания к Коринфянам. Давайте же посмотрим, что говорит об этом Библия. Хорошо? Давайте смотреть с первого послания к Коринфянам, пятнадцатую главу с пятьдесят первого стиха. Павел пишет церкви в Коринфе. «Говорю вам тайну». А вот почему многие не понимают этого, потому что это тайна. Напоминаю, это первое послание к Коринфянам, пятнадцатая глава, пятьдесят первый стих. Это тайна, божественное откровение или эзотерическое сообщение, которое Павел принес церкви. Поэтому вы не найдете эту тему. А в общих разговорах. Это ясно? Хочу напомнить и вам, что во времена земного служения Иисуса те несколько лет, пока Иисус служил на земле, вместе со своими учениками, они ничего не слышали. Пожалуйста, услышьте меня. Они ничего не знали и не слышали о том, что ко Христу придут язычники. Они не знали, что язычники тоже получат спасение. Им ничего не было известно об этом. Из всех разговоров, которые вел с ними Иисус, они не смогли уловить ничего такого, что дало бы им представление о том, что язычников вообще-то тоже нужно спасать. Они этого не знали. Вы только подумайте. Это же так важно. Некоторые люди говорят, что Иисус мало что сказал о восхищении церкви. Есть много тем, о которых Иисус почти не говорил, но не забывайте, что Он сказал. А Он сказал, когда придет Дух истины, то Он наставит вас на всякую истину. Еще Он сказал, многое имею сказать вам, но вы не способны принять это. Понимаете? Я хочу еще много вам сказать, но вы не сможете это принять. Но когда придет Дух Святой, Он научит вас всему. Итак, возможно, Иисус не сказал о восхищении церкви то, что вы хотели бы услышать. Он не сказал того, что вы хотели бы услышать о спасении язычников. Это очень важные вопросы. Он сказал, что построят свою церковь, а они подумали, что это будет только еврейская церковь. Они не могли подумать ничего другого до того момента, пока Павел не попал в дом сотника Корнилия. Простите, то есть не Павел, а Петр. Когда Петр пошел в дом Корнилия, вся его семья приняла спасение. А когда Петр вернулся, то все остальные ученики были сердиты на Него. Они говорили, ты пошел в дом к необрезанным. Они понятия не имели, что так можно, и что язычникам тоже принадлежит спасение. Петру пришлось рассказать, что с ним произошло. Он сказал, Дух Божий велел мне пойти. И он рассказал им, как без его разрешения. Без его разрешения Дух Святой сошел на тех людей, на язычников, пока он говорил с ними. И тогда апостолы успокоились, а затем Иаков открыл Писание и прочел им, что оказывается, пророки говорили о том, что язычники получат спасение. Это была для них первая подсказка о том, что язычникам все же принадлежит спасение. Позже это же откровение. Получил Павел, и ему было просто принять это, потому что Бог дал ему это откровение уже заранее. Задумайтесь над этим. Видите, какая это важная тема. Но апостолы ничего не знали о ней. Это случилось позже. То же самое можно сказать и о восхищении церкви. Когда Павел писал об этом, то называл эту тему тайной. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, это пройдет так быстро, что у вас не будет времени подготовиться к этому. Это то, к чему вы должны готовиться всю вашу предыдущую жизнь. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо выструбит, и мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся. А теперь давайте посмотрим четвертую главу первого послания Фессалоникийцам. Мы прочитаем 16 стиха, первое послание. Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, ох, как же это сильно, сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, «сойдет с неба». Речь о трубе, о которой мы только что читали в первом послании к Оринфинам. «И мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть тут тоже сказано, что мертвые воскреснут нетленными. Итак, мертвые во Христе воскреснут прежде или первыми. Следующий стих. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках». А вы это видели? Это именно то, что вам нужно было увидеть. Слово «переведенное» как «восхищены» означает «хватать» или «выхватывать». «выхватывать». «Восхитить». «Похитить». и «забрать». «Наверх». Все эти слова синонимы слова «восхищение». Где бы вы ни были, сила Божия выхватит вас из этого мира. А вы можете быть в этом полностью уверены. Это прямо перед вашими глазами. А потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем. С кем это? С теми, кто умерли во Христе. Все христиане, которые умерли, воскреснут. И мы вместе с ними будем восхищены. На облаках. Встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Заметьте, мы встретимся с Ним в воздухе. И так мы навсегда останемся с Ним. То есть с Господом. Посмотрите на эти стихи. Они очень важны. Я покажу вам еще кое-что. Это то, что вам нужно понять. Я постараюсь помочь вам в этом. Вначале расскажу предысторию. Вообще, когда это произойдет? Вы знаете, в любое время. В любое время, в будущем, в ближайшем будущем. Это может произойти вообще в любой момент. Сейчас эти события близки так, как никогда. Они ближе, чем когда-либо. Я показал вам из Писания, что Церковь Иисуса Христа получила два дня. Как я уже говорил, это значит две тысячи лет. Я уже учил на эту тему. Думаю, мы запустим эти видео еще раз, чтобы вы могли прослушать их на неделе и разобраться об этом, потому что это очень важно. Писание говорит об этом четко и ясно. Нужно хорошо постараться, чтобы не увидеть этого, потому что те места Писания настолько ясны и понятны. Итак, когда мы выставим эти видео, найдите время, чтобы прослушать их, а также подумайте над тем, противоречат ли Писание тому, чему я учу вас. Узнайте сами, есть ли какие-то стихи в Библии, которые противоречат тому, что я говорю вам. Хорошо? У каждого ведь из нас есть Библия, поэтому вы всегда можете сами проверить это. есть еще нечто очень важное. Когда мы будем восхищены из этого мира, кто именно будет взят вообще? Все те, кто во Христе Иисусе, и те, кто будет жив на тот момент. Давайте-ка еще раз вернемся к тому самому стиху. Включите нам, пожалуйста, еще раз 17-й стих. тут сказано «потом» и «мы». Оставшиеся в живых вместе с ними восхищены будем на облаках. Оставшиеся в живых. Иисус сказал, если вы посмотрите Евангелие от Иоанна 15-ю главу, я хочу вам кое-что прочесть, и это крайне важно. Иисус сказал нам, но хорошо. Перед тем, как перейти к этому месту Писания, я хочу напомнить вам, что мы будем взяты на небеса. Теперь второй стих. Нет, пожалуй, давайте с первого стиха. Я есм истинная виноградная лоза, а Отец мой винограды. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. Слово Божие это очиститель. Прибудьте во мне и я вас. Как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может и делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Все очень просто. Быть во Христе и пребывать в нем. Тогда вы будете приносить плод, но если вы не приносите плод, Отец отрезает вас. Всякую ветвь у меня, не приносящую плода, он отсекает. Поэтому ваша христианская жизнь должна давать плоды. Примите решение, что с этого дня вы станете ветвью, приносящей плод, и точка. Итак, за кем придет Иисус? За каждой ветвью, что остается на лозе, потому что каждый, кто не приносит плод, будет отсечен. Слава Богу. Тут есть еще один очень важный момент. И нам нужно его с вами понять. Вы видите, пожалуйста, на экран то, что будет ближайшее время, чтобы люди поняли, где мы находимся сейчас. Я хочу рассказать вам о брачном пире Агнцем. Вот здесь о нем и сказано. брачный пир Агнца. Так. Посмотрим, кто будет присутствовать на нем. Я хочу показать вам кое-что в книге Откровения. Четвертая глава. Начинаем с первого стиха. Когда вы читаете главы первую, вторую и третью, ну, вообще, книга Откровения начинается с диалога между Иисусом и Иоанном. Это не диалог, а скорее даже монолог. Господь говорит с ним, а затем он начинает говорить о церкви, о семи церквях. Он говорит о каждой из них поочередно и об их будущем. В конце третьей главы он заканчивает разговор о церкви. Что-то произошло, поэтому четвертая глава начинается так, «После сего». Лучше сказать, «После всего этого». Послушайте, «После сего» я взглянул, и вот дверь отверстым. Это дверь на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною. Он сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего», то есть, что будет после того, что описано в главах второй и третий. Все это касается церкви. С этого момента церковь больше не обсуждалась. Только в конце этой книги мы видим упоминание о церкви. Почему? Прочтите, и вы все поймете. Причина проста. С этого момента церковь была взята на небо. С четвертой главы книги откровения «Церковь находится на небе». Все, что происходило с четвертой главы до девятнадцатой, происходило без участия церкви. Церкви там просто нет. Церковь уже на небе. Конечно же, будет группа людей, которая войдет в тело Христа во время великой скорби. Часто их называют святыми великой скорби. Я попробую вкратце объяснить это. Речь о людях, которые примут Христа в период великой скорби. Великая скорбь — это период длиной в семь лет. Но на самом деле скорбь начнется только во второй половине. Но весь период назван скорбью, потому что пройдет ровно семь лет с момента подписания Антихристом мирного договора с Израилем и другими странами. Это будет сделано с целью защитить Израиль. Договор будет подписан на семь лет. Библия говорит, что посреди этих семи лет Антихрист нарушит свое слово, и этот мирный договор превратится в самого ужасного диктатора в истории. С того момента он будет преследовать и уничтожать всех, кто не поклоняется ему. Он будет вести себя так, будто бы он Бог. Но вы должны понять, что все это будет происходить, когда мы уже будем на небе. И сейчас я вам это докажу. Сейчас очень важно, чтобы вы сами это увидели. Книга Откровения говорит о брачном Пире Агнце. Но кто же на нем будет? Давайте посмотрим Откровение 19 главу. Первый стих. В 18 главе показано уничтожение религии, таинственного Вавилона. Пожалуйста, сами прочитайте об этом. Кстати, на этой неделе мы планировали заканчивать наши передачи, но мы решили на следующей неделе помочь вам и поддержать вас Словом Божьим. Поэтому ради вас мы продолжим эти прямые эфиры. мы будем отвечать на ваши вопросы, делиться свидетельствами и обсуждать какие-то темы вместе с вами, просвещая вас в Слове Божьем. Ну что ж, хорошо, это будет очень полезно для всех нас. Аллилуйя. Очень надеюсь, что вам это понравится. Я подумал, поскольку это еще продолжается, а некоторые страны даже продлевают этот ужасный карантин, то в это самое время мы можем помочь вам укрепить вашу веру. Да, работы немало, но мы будем делать это ради вас. Ладно, надеюсь, вы не против. Итак, мы открыли с вами Откровение 19 главу. Сейчас вы что-то увидите. Аллилуйя. С первого стиха тут сказано «после всего», «после разрушения Вавилона». Матери всех блудниц. На следующей неделе я расскажу вам о матери всех блудниц. Кто такой Вавилон? Что это вообще такое? Что означает тайна Вавилона? Об этом мы поговорим на следующей неделе, и вы увидите, что все-таки произошло в 18 главе. Но сейчас мы обсуждаем восхищение церкви, поэтому я перешел уже к 19 главе. После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и сила и честь и сила Господу нашему! Множество народа на небесах!» Напоминаю, что это 19 глава, 2 стих. «Ибо истинные праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу в 18 главе, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». О, если бы вы знали, что религия и религиозные люди сделали с церковью Иисуса Христа за многие годы, тогда бы вы поняли, что это за тайна и что происходит сейчас. Большинство не знает. большинство не знает историю церкви. Они не знают, откуда мы пришли. Большинство людей не знают этого. Просто не знают. третий стих. «И вторично сказали Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Они наблюдают за тем, что происходит на земле. Народ Божий, который на тот момент на небесах. Они смотрят с небес. И вторично сказали Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря, «Аминь, Аллилуйя». Двадцать четыре старца. Скорее всего, это двенадцать патриархов и двенадцать апостолов. Скорее всего, это именно они. Следующий стих. «И голос от престола и шел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы его, и боящиеся его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» «Ибо воцарился Господь, Бог-Содержитель, возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца и жена его приготовила себя». Это то, что мы называем брачным пиром Агнца. «Наступил брак Агнца и жена его приготовила себя». Следующий стих. «И дано было ей, вы только посмотрите». Это происходит на небесах в книге Откровения. Это происходит на небе, то есть Иоанн видит будущее. Он видит их на небе, а также видит, что пока они на небе, на земле уничтожен Вавилон. На земле уничтожен Вавилон и на небе тоже что-то происходит. Там наступил брачный пир Агнца. Жена его приготовила себя и дано было ей облечься в весон. Чистый, светлый весон. Он же есть праведность святых. Аллилуйя. Следующий стих говорит, «И сказал мне ангел, напиши блаженно званые на брачную вечерю Агнца». «И сказал мне, сии суть истинные слава Божия». Я с удовольствием прочту вам это еще раз. Никогда не забывайте эти слова. Аллилуйя. «И сказал мне ангел, напиши блаженно званые на брачную вечерю Агнца». «И сказал мне, сии суть истинные слава Божия». Благословенны те, кто приглашен на брачный пир Агнца. Следующий стих. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему». Он сказал мне, «Смотри, не делай сего». «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Итак, они на небе. Наступил брачный пир, потому что жена Агнца приготовила себя. Задумайтесь, что же это за жена. Откровение 21 глава. Давайте прочитаем стихи 1 и 2, а потом перейдем к другому стиху, к 9, «И увидел я новое небо и новую землю». Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, и Иоанн увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Что же здесь происходит? «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами». Читая книгу Откровения, вы доходите до 4 главы, а в 4 главе церковь Иисуса Христа взята на небеса. В 5 главе обсуждается подготовка. В 6 главе он показывает нам все, что произойдет с этим миром после того, как церковь будет взята, после восхищения. Он показывает нам все те ужасы, которые произойдут с этим миром после исчезновения церкви. Давайте посмотрим еще раз этот 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца, покажу тебе жену, невесту Агнца, смотрите, что там дальше». «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога, он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Затем он описывает этот удивительный город. Это одно и то же, невеста и город. Люди говорят, церковь это невеста Христа, нет, церковь это тело Христа. Это разные вещи. Церковь это не невеста Христа, а тело Христа. Между ними огромная разница. Невеста Христа это город, а церковь это часть этого города. Церковь это не вся невеста Христа, а только ее часть. Пастор Крис, почему вы так решили? Я только что показал вам, почему я так решил. Именно это ангел показал Иоанну. А теперь давайте пойдем дальше, и это вам поможет. 27 стих, та же книга и та же самая глава. Смотрите. Смотрите. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Все те, чьи имена записаны в книге жизни. Что это за книга жизни Агнца? Книга жизни Агнца это тоже, что и книга жизни в целом. Все, кто записаны в книге жизни, еще со времен Ветхого Завета. Моисей говорил, «Боже, если ты не поможешь этим людям, то удали мое имя из своей книги жизни». Бог ответил, «Нет, я не сделаю этого». О какой книге идет речь? О книге жизни? В разных местах Писания, как в Новом, так и Ветхом Завете, есть упоминание о книге жизни. Ваше имя. Услышьте меня. Это очень важно. Во Христе есть спасение. Ветхозаветные святые, все ветхозаветные святые отправились на небо. Они там. Все они были в Шиоле, когда умер Иисус. В то время все умершие праведники отправлялись на лоно Авраама. Туда отправлялись все ветхозаветные святые. А где были те, которые там и не попали туда? Например, Енох. Он отправился на небо живым. Он не умер. Илья тоже пошел на небо живым. Он не умер. А как же Моисей? Моисей умер. Он был похоронен и взят на небо. Откуда я это знаю? Он вместе с Ильей пришел с небес на встречу с Иисусом на горе Преображения. Следовательно, он никогда не был в аду. В аду они находились как в тюрьме. Они были как в тюрьме, потому что еще не наступило время искупления. Но как только пришло время искупления, Иисус ворвался в то место и дал им всем свободу. В Евангелии от Матфея сказано. Можете сами открыть это местописание. Евангелие от Матфея, 27 глава. Начнем с 51 стиха. Это очень важно. И вот завеса в храме разодралась надвое. Завеса разодралась сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и из-за землетрясения открылись гробы. Затем сказано нечто невероятное. И многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Люди видели их, это невероятно. А когда Иисус вознесся, Он забрал их с собою на небо. Хвала Богу. Вы только подумайте об этом. Библия говорит об облаке свидетелей. Он был принят облаком. Речь о том же облаке, о котором сказано в послании к евреям. Там они названы облаком свидетелей. В псалмах написано так. Поднимите свои врата. Подними свои вечные двери. И придет царь славы. Царь славы не выйдет, а войдет. То есть речь не об аде и не о вратах ада. Эти двери названы вечными. А если они вечные, то это двери небес, а не ада. Придет царь славы. А кто этот царь славы. Господь сильный и могущественный. Господь сильный в броне. Он победил дворы ада. Он победил их навсегда. Так почему же? Этот голос говорит, кто этот царь славы. Потому что это было новое творение. Он был первым, кто родился свыше. В этот день я родил тебя. Это тот день, когда он воскрес. Воскрес из мертвых. Он вышел из смерти. Библия называет его первенцем из мертвых. А это означает, что он первый, кто вышел из смерти. Иисус был первым, кто вышел из духовной смерти. Никто еще не выходил из духовной смерти. когда вы были духовно мертвы, с вами было покончено. Но Иисус стал победителем. Он был первым, кто вышел из этой смерти. Поднимите верхи свои врата и поднимите вечные двери. Придет царь славы. И, конечно же, он вошел. Этот вечный царь славы. Он вошел. О, если бы у меня было время, чтобы рассказать вам об этом детальнее. Аллилуйя. Это самая прекрасная часть Писания. Представляете, Давид видел все это еще до того, ой-ой-ой, до того, как все это произошло. Хорошо, это удивительно, но давайте двигаться немного дальше. Вернемся к 19 главе книги Откровения, к 10 стиху. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Затем мы с вами перешли к 21 главе 27 стиху. Там говорится о тех, кто были в том городе. Это те, чьи имена записаны в книге жизни. Если вы вдруг не поняли, то речь идет о Новом Иерусалиме. Он также назван Небесным Иерусалимом. А вот что такое невеста Христа. А теперь давайте перейдем к 12 главе послания к евреям. Евреям 12 22. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого. К небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Вся слава только Богу. Это поразительно. И к ходатую Нового Завета Иисусу, и к крови крапления, говорящие лучше, нежели Авелева. А теперь откройте 11 главу с 8 стиха, а вы увидите что-то интересное. 11 глава послания к евреям говорит о мужах и женах веры и об их жизни. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел не зная, куда идет. Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Слушайте дальше. Это очень сильно. Дальше сказано. Верую и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и потому от одного, и при том омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере. О ком идет речь? О ветхозаветных святых. Он говорил о них с первого стиха. Все сии умерли в вере, не получив обетований. А только издали видели оное, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Речь о небесном Иерусалиме, городе великого Бога. Это тот самый город, в котором мы с вами будем. Теперь-то вы это видите? Итак, там будут ветхозаветные святые, и мы там будем. Получается, что мы часть невесты Христа из Откровения 19-й главы. В это время мы уже на небе, мы на небе, а на земле будет что-то происходить, на земле будет происходить много ужасного. Все они описаны, начиная с 6-й главы книги Откровения, вплоть до 18-й главы. Так много судов, будет так много судов, очень много судов, и где-то в этот период те, кто поверят в Иисуса. Скорее всего, это будет во второй половине тех 7-и лет. Почему так? А сейчас я все это вам покажу. В первой половине Антихрист не будет убивать людей. он не провозгласит себя Богом и не заставит всех поклоняться себе. Он сделает это во второй половине. Тогда он будет убивать всех, кто не будет поклоняться ему. Именно в этот период будет второй рейс. Я называю это вторым рейсом. Кто-то улетит отсюда вторым рейсом, а вот я хочу улететь на первом. Я очень хочу улететь первым рейсом. Я готовлюсь. Я очень сильно готовлюсь к этому первому рейсу. А еще я готовлю вас к этому первому рейсу. Но будет еще и второй рейс. Откуда я это знаю? Пожалуйста, посмотрите на седьмую главу. Откровение. Седьмая глава. Начнем читать седьмого стиха. Вы внезапно увидите то, что никогда раньше не видели. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах. Они уже на небе, и они не вернулись на землю. А когда же они ушли на небо? Интересный вопрос. Смотрите, и сейчас вы все сами увидите. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Аллилуйя! И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря, аминь, благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев, спросил меня, все облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли, кто эти люди и откуда они пришли. Я сказал ему, ты знаешь, господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнцем. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них, они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палитых солнца и никакой зной, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их. Но это еще не все. Аллилуйя. Откройте 15 главу с 1 по 4 стих. Сейчас я покажу вам еще кое-что о святых великой скорби. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, победившее зверя. А речь об Антихристе, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истины пути Твои, Царь Святых, кто не убоится от Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои, Аллилуйя! И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Это означает, что на тот момент они уже воскресли, но весьма любопытно то, что все эти люди были на брачном перу Агнса на небе. Когда же они туда пришли? Брачный пер Агнса произойдет до возвращения Иисуса на землю. Иоанн видел всех этих людей на небе. Напоминаю, это 20-я глава, 4-й стих. Там присутствуют те, кто вознеслись вместе с Иисусом, а также те, кто ушли вместе со Христом под звук трубы, и еще те, кто были восхищены на небо, чтобы встретиться с Господом, а также те, кто не поклонились зверю и не приняли его число или знамение на лоб или на руку. Они тоже на небесах, все они там одновременно, на брачном пере Агнсом. А этот пир произойдет до того, как Иисус вернется на землю. Библия говорит, что мы придем вместе с Ним. Я хочу показать вам это в Библии. Снова давайте откроем Откровение 19 главу. Я уже показал вам, что сказано в стихах с 1 по 10. Там сказано, что на небесах множество народа, и все они видят суд над Вавилоном на земле. А теперь давайте читать с 11 стиха. Итак, брачный пир уже наступил, и мы читали, что невеста Христа уже приготовила себя. А еще мы выяснили, кто же это невеста Христа. Это небесный Иерусалим. А также все те, чьи имена записаны в книге жизни Агнца. Слава Богу! Аллилуйя! И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, а мы уже там, на брачном пире Агнца. Мы там, и вдруг небо открывается, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Внезапно он превратился из жениха, который праздновал свою свадьбу в воина. Что-то изменилось. Что-то кардинально изменилось, и об этом говорит 12-й стих. Очи у него как пламень огненный. Он больше не похож на празднующего жениха, и на голове его много диодим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божие. О, хвала Господу. Мы благословляем нашего замечательного Господа. Будь благословен. Его одежда была обогрена кровью, кровью. Зачем же Иисус надел одежду, покрытую кровью? Спасибо, Господь Иисус. Это знамение искупления. Это признак того, что Он заплатил за каждую душу. Это знамение. О, спасибо нашему Господу за кровь. Он облачен в одежду, обогренную кровью. Чья это кровь? Это кровь драгоценного Агнца Божьего, его кровь. Он взял эту одежду и надел ее на себя. Это наш Бог. Библия говорит, что вы куплены не золотом, не серебром, не камнями драгоценными, а драгоценной крови Христа. вы куплены дорогой ценой, очень дорогой ценой, самой дорогой ценой во Вселенной. Все вы, все мы. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых. Облеченные весом белый, чистый, а это все мы. Белые одежды, это праведность, которую он нам дал. Он дал нам свою праведность, свою, а не нашу. и так облеченные весом белый и чистый. Из уст же его исходит острый, обоюдоострый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точилове на ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде его и на бедре его написано имя царь царей и Господь Господствующих. То есть Он спустится с небес. Сам Иисус спустится с небес. Вы только подумайте об этом. Ну а теперь давайте посмотрим, что же будет дальше. Послание Иуда. 14 стих. Там всего одна глава. Давайте посмотрим. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Это значит десятки тысяч, десятки тысяч святых. Вот что будет происходить на земле во время великой скорби. Вернее, в самом ее конце Господь придет закончить эту скорбь. Скорбь закончится тем, что все соберутся на войну против Иерусалима. Будет война против Иерусалима. А что же будет дальше? Евангелие от Матфея 24 глава 29 стих «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет и луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе и тогда восплачиваются все племена земные и увидят Сына Человеческого грядущего на облаках небесных силою и славою великую. Вот как Он придет с небес. Книга Захарии 14 глава с 1 стиха. Смотрите внимательно. Вот наступает день Господень. Он уже наступил. Видите, Он принесет суд на эту землю. Вот наступает день Господень и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима и взят будет город и разграблены будут дома и обесчещены будут жены и половина города пойдет в плен но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов как ополчился в день брани. И станут многие его в тот день на горе Елеонской которая перед лицом Иерусалима к востоку и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большую долину и половина горы отойдет к северу а половина ее к югу и вы побежите в долину гор моих ибо долина гор будет простираться до осила и вы побежите как бежали от землетрясения во дни озии царя иудейского и придет Господь Бог мой и все святые с ним Господь Бог мой и все святые с ним вы заметили это он грядет с десятками тысяч своих святых аллилуйя он придет чтобы принести суд но мы вернемся к посланию иуды посмотрите на это еще раз мы прочитаем и следующий стих послание иуды 1 глава 14 стих о них пророчествовал и енох 7 от адама говоря сеядет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах которые произвело их нечестие и во всех жестоких словах которые произносили на него нечестивые грешники нечестивые слова которые вы произносили против Иисуса за каждый из них вы дадите отчет так сказал он он идет чтобы творить суд получается что восхищение церкви это реальная вещь восхищение будет оно произойдет в скором времени очень скоро оно совсем близко очень близко это восхищение и Бог не говорит нам точное время но он дает нам представление о своем втором пришествии и восхищении которое будет до этого если второе пришествие так близко то насколько же ближе восхищение о церкви оно ближе чем вам кажется вы знаете прямо сейчас Дух Святой действует по всему миру он призывает людей ко спасению я обращаюсь к вам где бы вы сейчас ни были если вы еще никогда не были рождены свыше если вы никогда не принимали спасение Иисуса Христа а возможно вы были христианином но перестали следовать за Господом именно сейчас Господь призывает вас он призывает всех людей ко спасению он призывает вас к своему спасению пусть вашем сердце живет Христос примите его спасение ходите в его свете это ваше время это ваш момент пригласите его войти в ваше сердце попросите Христа войти в ваше сердце пора отложить грех в сторону пора убрать его из сердца и своей жизни пора начать служить ему пора повторяйте за мною скажите эти слова от всего сердца говорите если хотите получить это спасение если хотите чтобы Христос жил вашим сердцем и чтобы у вас была вечная жизнь если вы хотите начать свой путь с Богом знать наверняка что при звуке трубы Господней вы пойдете вместе с ним все дело в том что во время восхищения церкви он не придет на землю мы встретимся с ним в воздухе и уже оттуда мы поднимемся вместе с ним а во время второго пришествия мы придем на землю вместе с ним чтобы творить суд на земле на следующей неделе я расскажу вам что будет дальше я покажу вам из Библии что будет после этого пришествия что будет дальше я в деталях расскажу вам что будет на земле после этого пришествия итак если вы хотите принять спасение то повторяйте за мной сейчас эти слова скажите господь бог я верю всем сердцем в иисуса христа сына божьего я верю что он умер чтобы спасти мою душу я верю что бог воскресил его из мертвых и сегодня он живой я исповедую моими устами иисус христос господь моей жизни с этого дня и далее я принимаю вечную жизнь верой я принимаю вечную жизнь в иисусе христе спасибо господь за спасение моей вечной души сейчас я имею вечную жизнь с этого дня я имею общение с богом я един со христом и когда иисус придет я уйду вместе с ним спасибо господь я божий ребенок аминь слава господу я хочу помолиться за вас пусть с этого дня имя господа будет на вас сатана больше не имеет на вас никаких прав вы принадлежите иисусу христу сыну живого бога я я благословляю вас его словом его любовью и его благодатью да вы благословенны во имя Иисуса вы благословенны во имя Иисуса аминь аминь хвала богу аллилуйя спасибо тебе господь спасибо господь спасибо господь благодарите его благодарите его сами пусть ваши уставы схвалят его мы любим тебя господь поднимите руки и просто любите его да так именно так бак уда лог цунград уда лог 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 лож ло лог лог Субтитры делал DimaTorzok 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 Я верю, что Бог воскресил его из мёртвых, и что он сегодня жив. Я исповедую своими устами, что Иисус Христос – Господь моей жизни с этого дня. И через мою веру в Него я принимаю вечную жизнь в своё сердце и в свой дух. Спасибо, Господь, за то, что спас мою душу. И теперь я имею вечную жизнь. Я теперь Дитя Божье. Я рождён свыше. Благодарю тебя. Если вы сейчас произнесли эту молитву с пастором Крисом, мы поздравляем вас и приветствуем Божьей семье. Чтобы получить больше информации, как возрастать вхождение с Богом, звоните нам по телефону на экране. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...